Вчера в Ростове-на-Дону задержали человека, я даже не могу назвать его человеком, это изверг, это животное, которое держало в страхе всю молодежь Ростова. Он ходил со своей компанией по городу и просто вылавливал обычных одиноких парней и избивал их так, что от них не оставалось живого места. Я не могу эти кадры размещать здесь по этическим соображениям, они у меня есть в телеграм-канале, перейдите и посмотрите. Ну строго 25+. Вот лучше если вы не можете выдерживать, я лично перематывал эти ролики. Например, он берет человека, сажает на пол, кладет руку ему на землю и просто битой начинает отбивать ему пальцы. Слышен хруст, видна кровь, слышно как просто фаланги отлетают. Вот таким образом этот человек измывался над людьми. Или просто другой пример, он мог подойти к любому прохожему на улице и показать своим ребятам, как правильно вырубать человека. Он брал со всей силы, бил человека по голове и человек не просто там, не знаю, падал на землю, он навзничь просто падал. Такие кадры тоже есть и эти все кадры, эти все видео он размещал у себя в телеграм-канале на протяжении нескольких месяцев. В итоге от него пострадало больше 50 человек, но в основном люди боялись писать заявление, потому что им потом грозила смерть. Он настолько сильно держал в страхе всю округу. Мои подписчики мне очень много писали на эту тему, скидывали фото, видео, информацию. И наконец-таки мы добились того, что этого человека жестоко задержали. Ну и давайте посмотрим, что он говорит на камеру в свое оправдание. Я Шиховцов Богдан Романович, 17 августа 2006 года рождения, уроженец Украины, приехавший в Россию в 2014 году. Извиняюсь за свои деяния, такие как нацизм, пропаганда нацизма, зигование, нападение на людей, разбой, беспредел и также мошенничество. Также я избивал людей, которые кидали закладки, но при этом сам употреблял наркотики. И приношу свои искренние извинения за то, что так вел себя в России. На самом деле очень люблю эту страну и угрожусь ей. Слава России! Ну вы поняли, откуда этот человек и что он делал. Он не просто избивал людей, он пропагандировал очень жестокое обращение. Он зиговал, он сам об этом сейчас вам сказал. И знаете, хочется, чтобы вот это вот сообщение увидел Гордон. Отправьте, пожалуйста, я не помню, как его зовут, Гордона. Он как-то говорил, что в Украине нету нациков. И я с вами согласен. Знаете почему? Потому что они все сейчас находятся в России. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Кузьминов. И посмотрите эти видео, чтобы быть в курсе происходящего. Но еще раз вас предупреждаю, что видео очень сложное для восприятия. И если вам это не нужно, то лучше пройдите мимо.